Привет! Я рада, что вы заглянули на канал Криса. С вами Кристина. Сегодня у меня немножко с опозданием выходит ролик о свободном полете, о том, что было со мной в июне. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. Сегодня я вам расскажу, что со мной происходило в июне, поделюсь какими-то мелочами приятными. И я решила, что включу в данный ролик еще немножечко фаворитов из блогеров, потому что я смотрю порядка 500 блогеров. И я, конечно же, безусловно, не успеваю их смотреть постоянно. И у меня отрыв в просмотре видео составляет очень большой промежуток времени, может даже неделю, когда блогер выкладывает видео. Я смогу его посмотреть только через неделю, потому что очереди у меня огромные на просмотр видео. И поэтому я решила, что в свободном полете, в сегодняшнем, по крайней мере, я поделюсь с вами еще некоторыми каналами, которые мне действительно хочется вам посоветовать. В своих разных фаворитах и в других свободных полетах я делюсь с вами, в принципе, блогерами, которые мне очень нравятся. И я знаю, что многие, ну не многие, но несколько человек подписываются на них точно, либо смотрят их. И поэтому я решила еще порции с вами поделиться. Сначала мы, конечно же, начнем с того, что происходило, что было. И я подготовила небольшой списочек. Первое, это защита диплома. 27 июня, хотя это вроде как бы не первое, но я отнесла это к первостепенному, потому что я защитила диплом, я защитила его на отлично, и таким образом я вышла на красный диплом. У меня есть одна четверка по математическому анализу, но я считаю, что эта четверка заслужена, потому что математику я действительно очень плохо понимаю, и мои знания точно не на уровне пятерки. А вот на четверку, я думаю, совсем неплохие у меня знания точно есть. Второе событие июня, это день города. У нас день города в день России, 12 июня, но в этом году его перенесли на 17 июня, так как у города в этом году юбилей был. И юбилей, кстати, у нас у института. Нашему институту было 65 лет, будет в октябре этого года. Городу исполняется 7, исполнилось 70 лет. И мы с девчонками сходили на концерт Игоря Николаева, к нам приезжал и выступал на стадионе труд Игорь Николаев. Также мы катались на каруселях, веселились, смеялись. У меня, кстати, был влог на канале, но я, видимо, его, похоже, удалила случайно со своего телефона. Я даже сама этого не заметила. У меня там не было нарушений ни авторских прав, никаких жалоб, у меня не было. Все было хорошо, его смотрели, ставили лайки, дизлайки, комментировали. И как-то мы включили на дне рождения у моей подруги этот влог. Я вообще не люблю, когда при мне смотрят мои видео, мои же друзья. Ну, не знаю, мне некомфортно. И я замешкалась, начала выключать его, потому что мы хотели маленький момент посмотреть, а получилось пол-видео посмотреть. И мне некомфортно, было неудобно. Я, в общем, начала быстро выключать. Это все транслировалось на телевизоре с моего телефона. И, видимо, я его удалила, потому что сейчас его я не обнаружила на канале, в принципе. И я не оставляю своих видео нигде. То есть, вот, нет его, все, он пропал. Я видео свои нигде не храню, только на YouTube выкладываю, потому что у меня порядка 400 роликов, и где-то 100 роликов скрыто. Да, в общем, мне негде хранить такое огромное количество информации. И еще у нас был, как вы знаете, День молодежи в конце июня. Тоже, по-моему, где-то 27-29 или в этих числах, в общем, даже, может, пораньше, на несколько дней. В общем, было не очень, как-то не понравилось мне в этом году. В прошлые года было намного-намного лучше. По-моему, в прошлом году вообще приезжала группа Пицца. В этом году ничего такого, был бал «Синяя птица» у выпускников школ. Мы там, я, кстати, была от института, мы поздравляли также выпускников. Стояли возле института, аллея вот эта проходила, колонна вся проходила мимо института. У нас институт находится в центре города. И мы кричали, поздравляли, потом пошли с этим шествием к Вечному огню, потом пошли к юности, где проходил этот бал. И, в общем-то, я недолго там была, потому что было неинтересно. Ну, в плане я же не выпускник. Выпускникам, возможно, было очень интересно. Но мне со стороны просто смотреть. Тем более, я была одна. Подруге у меня никто не смог пойти. Поэтому как-то я вот и не оценила в этом году День молодежи. Даже не знаю, что было на нем. Очень важным событием июня является то, что я записалась, наконец-то, на массаж. Я начала лечить свою шею. У меня очень болит голова от моей шеи. Возможно, это шейный остеохондроз. Это когда защемляется нерв позвонком в шее. То есть, он отклонен от своей оси. И это очень неприятно. Очень неприятно. Я решила записаться на массаж лечебный. И вот у меня уже примерно 6 сеансов прошло. И, блин, почему я этого не делала раньше? Массаж это что-то. Я такая счастливая выхожу с каждого сеанса. Где-то мне больно, где-то неприятно. Это лечебный массаж. Это не общий расслабляющий или просто классический. Это именно лечебный. И я его делаю в эстетике. Это салон красоты, который находится у нас в доме, где было общежитие Орбита, если кому-то интересно. И я хожу к мастеру Мария. Вообще, я очень много положительных отзывов наслышана об этом салоне красоты. И именно об этом мастере. Я посоветовала его своей подруге. Моя подруга сейчас также проходит курс. У нее, конечно же, не такие же проблемы, как у меня. У нее немножко другие. Но тоже есть проблемы. Поэтому она с удовольствием тоже туда пошла. Терпит всю боль. Потому что какие проблемы бывают от спины, вы просто себе не представляете. Я ему же своего отправляю. И вам рекомендую тоже сходить. Ну, хотя бы на курс массажа. Потому что это вдохнет вас в новую жизнь. На день города у нас, или не на день города, ну, к дню города была приурочена арт-ночь. И меня не впечатлило, если честно. Я там даже ничегошники, абсолютно ничего не сняла. Это такое мероприятие больше для детей. Я люблю художественную школу. Я закончила художественную школу. И я туда шла с надеждой, что преподаватель, у которого я училась, будет что-то тоже проводить. Но, как оказалось, ее не было. У нее был закрыт кабинет. И я такая пробежалась. Посмотрела, что там есть. За сколько что продают всякие хендмейт-штучки. Мне показалось, что довольно дороговато. И просто развернулась и ушла. И мы пошли с подругой на площадь смотреть концерты и прочее. В общем-то, не впечатлила меня арт-ночь в этом году. Я в этом месяце посадила денежное дерево. Вы, если смотрите меня, знаете, какая у меня любовь к растениям. Любовь к различным видам живности зеленого цвета. Ну и сейчас про растения. И, наконец-то, я нашла денежное дерево. Я посадила маленький росточек. И благополучненько, тву-тву-тву, оно у меня растет. Я, возможно, вам во влогах как-нибудь его покажу. Еще мы с моей подругой Настей начали ходить на йогу в гамаках. Я раньше не ходила. Настя частенько ходила. И вот мы теперь раз в неделю стабильно начали ходить на это мероприятие, скажем так, в июне месяце. И мне, ну, очень нравится. Это такое расслабление. В принципе, я занимаюсь йогой через день примерно. Ну, когда у меня были голова или слишком загруженные дни, я занимаюсь йогой примерно один-два раза в неделю. Это минимум. А так, я очень ее люблю. Это потрясающий вид спорта, если можно так назвать. И я в гамаке была первый раз. И мне безумно понравилось. Это так расслабляет, растягивает, успокаивает. И, в общем, я вам рекомендую. Если у вас в городе где-то есть в спортивных комплексах йога в гамаках, то обязательно идите. Вы не пожалеете. Ну, и последнее событие, наверное, это день рождения моей подруги. Самое главное в этом событии то, что мы делали очень крутой, необычный подарок. И в преддверии этого я купила себе спиннер. Никогда не думала, что я себе приобрету спиннер. И вообще, меня заденет эта мода. Я не понимала вообще этой фишки. Но, тем не менее, я решила его купить. И это действительно заразно. Это, во-первых, успокаивает. Правда, это успокаивает. Во-вторых, это расслабляет. Может, и успокаивает тоже. И, в-третьих, это занимает ваши руки. Ну, в общем, это просто интересно и заразно. В общем, если вы купите себе спиннер, вы будете его крутить постоянно. Давайте по фильмам, которые я посмотрела в июне. Потому что опять ролик получился очень длинный. Я посмотрела фильм Сноуден. Фильм, который снял Оливер Стоун. Он же снял фильм про Путина. И мне очень понравился фильм про Путина. Прям вот очень понравился. Хотя я посмотрела только три части. Их, по-моему, четыре. Но я посмотрела три. Обязательно посмотрю снова с первой и до конца. Потому что, ну, Путин это для меня хороший, великий человек. Который делает хорошие вещи для страны. По крайней мере, я так считаю. Вот давайте не будем углубляться в комментариях в политику. Просто я вам сказала, что мне Путин, как политическая фигура, очень нравится. И симпатизирует в плане того, как он ведет политику. Молодец. В общем, фильм Сноуден очень интересный. Такой, не знаю даже, как его описать. Но он очень не тяжелый. Но трудноватый немного. Очень интересно вот это все наблюдать. Как он узнавал, что он узнавал. Вообще всю вот эту историю политическую. Ну, мне было интересно, действительно. Также посмотрела первый раз фильм Фокус. Я люблю вот такие вот фильмы. Типа Иллюзия обмана. И что-то типа вроде Фокуса. Мне очень понравилось, как сыграли главные герои. Если вы еще не посмотрели этот фильм, то обязательно посмотрите. Он очень классный. Посмотрела также фильм о любви. Его недавно показывали в кинотеатрах. Но в нашем кинотеатре его не показали. Это русский фильм. И он глубокий. Действительно глубокий. И я вам его рекомендую посмотреть. Это фильм о том, как женщина может управлять мужчинами. Как женщина любит. Как любит женщину. Как она может любить в плане в этом я имею ввиду. Также, как женщина мудро может поступать в той или иной ситуации. В общем, мне понравился фильм. И мне немножко не хватило концовки. Но фильм в целом мне очень понравился. Ну, если говорить про кинотеатр. То мы с моей подругой Настей сходили на фильм Чудо-женщина. Это вау. Это даже лучший отряд самоубийц от DC вселенной. Прям вау. И я рекомендую тоже вам посмотреть. В принципе, все фильмы, которые я вам сегодня рассказываю. О которых я рассказываю. Я вам рекомендую посмотреть. Фильм спасателей Малибу. Ну, просто это смех. И не знаю. Мы смеялись в зале. Мы смеялись в голос. Мне особенно, когда Настя смеялась. Навязала в зал. Начинала смеяться от ее смеха. И там столько смешных. Возможно, кому-то покажется, что это тупые шутки. Тупой юмор. Но это расслабляющий такой развлекательный фильм. Там играет многими любимый Скала Джонс. Мне, кстати, он тоже в последнее время очень начал нравиться. Он нравился моей подруге. И я думала, блин, как он вообще может нравиться. Но после фильма Форсажей я поняла, что он реально классный. И спасатели Малибу. Я тоже пошла смотреть из-за него. И вообще суперский фильм. Такой смешной, легкий. Но можно, думаю, как-нибудь вечером вот так вот включить телевизор и посмотреть его и посмеяться от души. По крайней мере, мы с Настей смеялись. Ну и блогеры. Кого я могу выделить для вас в этом месяце? Я подписалась на канал Клик Лак. Вообще раньше я не слышала даже о таком. Вообще не слышала. Услышала от брата моей подруги. И думаю, ну ладно, посмотрю. Мне нравится серия «Нащупал» или как-то вот называется так видео. Очень-очень-очень круто. Также на YouTube можно найти блогеры и отвечают на школьные вопросы. Тоже интересные проекты. Мне понравилась эта концепция. В принципе, я бы на такие каналы подписывалась. Дальше хочу посоветовать вам канал Айсулу Нуртаева. У нее два канала есть. Сейчас Fancy Summer. Fancy Summer. Как-то так. В общем, там у нее DIY-ки, всякие крутые штучки. Лайф-хаки. Еще она проверяет. Не просто показывает лайф-хаки, а еще проверяет их. Проверяет разные странные DIY. И делает макияж прикольный. В общем, я вам тоже оставлю ее два канала. Мне понравились они. Ну и третий блогер это Александра Тоснова. У нее очень крутые ролики. Она похожа на Надю Дорофееву из группы «Время и стекло». Этим она меня привлекла. У нее они информативные. И она как-то в душу вкладывает свои ролики. И мне нравится тоже. Она ведет бьюти-блог. Если вы не подписаны на мой канал, то на моем канале вышли такие интересные ролики, как покупки косметики недавно совсем. Также это долгожданный обзор на ежедневник JP Woman. Это фитнес-ежедневник. Также фавориты весны и разбор косметики. Возможно, вам будет это интересно. Я разгребла всю свою косметику, которая есть у меня дома. И сняла это на видео в двух частях. Все ссылки будут под видео. Но на сегодня это все. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца и оставались со мной до этой минуты. Вы большие молодцы. Не забывайте, кстати, ставить лайк, если вы досмотрели. Но если вы не досмотрели, то тоже надо было поставить лайк. Я желаю вам хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. Я очень-очень люблю. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok